Кто молодец? Ты молодец! Кто молодец? Ты молодец! Поздравляю! Благодаря твоему усердию и старанию твоя работа прошла в финал! Ура-ура! И я с огромной радостью говорю, добро пожаловать! Этот ролик поможет тебе углубить твои знания в языке Scratch. Сегодня мы разберемся, как запрограммировать управление героем с помощью стрелок, научим его стрелять и узнаем, что же такое переменные. Итак, начнем! Сегодня мы углубляем наши знания. Для начала давайте научим нашего котика ходить по стрелочкам. У нас в разделе события есть такие блоки под названием «Когда клавиша пробел нажата». Мы будем использовать стрелочки. Раскрываем список. У нас есть стрелка вверх. Во вкладке «Движение» мы можем взять «Повернуться в направлении 90» и идти 10 шагов. Смотрите, когда стрелка вверх нажата, нам нужно повернуться наверх. Отлично! Вот такой блок у нас получился. Проверим. Нажимаем на зеленый флажок и стрелочкой вверх он поворачивается наверх и проходит небольшое расстояние. Нажимаем правой кнопочкой на блок. Выбираем «Дублировать». Видите, он у нас скопировался. Выбираем стрелку вниз и не забываем повернуть направление вниз. 180. Еще раз нажимаем правой кнопкой «Дублировать». Выбираем стрелку вправо. Поворачиваем направо. Нажимаем стрелку влево. Поворачиваем налево. А чтобы наш котик не переворачивался вниз головой, делаем ему направление вправо-влево. Проверим. Нажмем на зеленый флажок. Смотрим. Вот работает управление. Прекрасно. Теперь давайте научим его стрелять. Нарисуем новый спрайт пули. Или вы можете загрузить ее из интернета. Я сделаю нарисовать побольше полосочку. Чуть меньше, может быть. Это будет наша пуля. Зададим ей размер чуть меньше. Скажем 60%. Прекрасно. И напишем для нее код. Для начала сделаем так, чтобы пуля пряталась за котом. Поставим ее на задний слой. Берем событие. Когда нажат зеленый флажок, мы будем повторять всегда. Перейти на задний слой. Это во внешнем виде. Ищем блок. Перейти на задний слой. Пуля у нас спряталась за котиком. Видите? Это нам и нужно. Теперь следующее, что нам нужно, чтобы пуля всегда пряталась за ним. У нас котик же перемещается. И пуля должна перемещаться вместе с ним. Это сделать достаточно просто. Во вкладке движения у нас есть специальный блок. Перейти на случайное положение. Но нам необходимо перейти на спрайт 1. Это наш котик. Смотрим. Пуля у нас вон там спряталась. И мы перемещаем кота. Пуля перемещается за ним. Подберите такой размер пули, чтобы он помещался прямо за котиком. Ну что ж. Теперь научимся стрелять. Стрелять мы будем, конечно же, мышкой в управлении. Возьмем цикл «Если то». Будем проверять, нажата ли мышка. Это у нас в сенсорах. У нас есть блок «Мышь нажата». Если мышь нажата, тогда мы будем поворачиваться к мышке и лететь до самого края. Нам понадобятся блоки из вкладки «Движения». Повернуться в направлении мыши. Повернуться к указателю мыши. И мы будем повторять, пока не коснемся края, проходить небольшое расстояние. Идем еще раз в управлении. Нам необходим цикл повторять «Пока не», пока мы не коснемся края». Это в сенсорах. Пока не касается край, мы будем проходить небольшое расстояние. Ну, скажем, 10 шагов. От количества шагов будет зависеть скорость, с которой летит наша пуля. Возьмем эту конструкцию и поместим внутрь блока «Повторять всегда». Нажмем еще раз на зеленый флажок и проверим. Так, котик у нас ходит чудесно. Но стреляем ли? Очень хорошо. Все работает. Пуля летит, пока не коснется края. И возвращается обратно за кота. Что ж, добавим мишени. Я сделаю выбрать спрайт «Сюрприз». Возьмем, например, три мишени. Они появляются сами собой, автоматически выбранные. Такие они у меня получились. Ноутбук разве поменьше сделаем? Напишем код. Давайте приступим. Выберите внизу «Мишень». Она будет всегда у нас проверять, касается ли пуля ее, попали ли мы в мишень. Когда нажат зеленый флажок, мы будем повторять всегда одну и ту же проверку. Если то, берем цикл. Если мы касаемся пули. Пуля у нас под названием «Спрайт 2». Можно назвать, чтобы было удобно. Герой. Пуля. И мишени просто назовем цифрами. Первая. Вторая. И третья. Очень хорошо. Давайте программируем мишень. Заходим на первую мишень. Если мы касаемся пули, тогда нам нужно перейти на случайное положение. Это в движении. Перейти на случайное положение. Еще было бы здорово, если бы у нас звучал звук попадания. Зайдем в звуки. Посмотрим. Здесь у нас звук «Оп». Я думаю, он нам подходит. Давайте будем проигрывать этот звук. Итого. У нас получилось, что у нас мишень повторяет всегда. Если пуля его коснулась, он включает звук попадания и переходит на случайное положение. Мы можем скопировать этот код в остальные мишени. Для этого возьмем за желтый блок и перетащим вниз вот сюда, на следующие мишени. Видите? Он как бы покачал немножко головой. Значит, что сюда код скопировался. Проверим. Стреляем котиков мишеней. Они издают звук. И переходят на другое положение. Наша игра практически готова. Разве что не хватает очень важного элемента. Мы не считаем количество попаданий. Давайте сосчитаем. Заходим в переменные. Что такое переменная? Переменная – это взаимствованная, арендованная ячейка памяти у компьютера. Мы можем записывать туда информацию, записывать и менять ее, и доставать тогда, когда нам нужно. Давайте нажмем на кнопку «Создать переменную». Переменная очки. И создадим еще одну переменную – таймер. Чтобы наша игра имела конец. Смотрите, у нас наверху появилось два обозначения – очки и таймер. Вы можете не только перетаскивать их, но и менять их вид. Например, нажмите два раза и получите просто цифру. Еще два раза. Подпись «Цифра» и «Ползунок». Очень хорошо. Давайте оставим очки просто цифрой, а и таймер – ползунком. Рычажок. Также, если вы нажмете правой кнопкой на обозначение переменной, вы можете изменить диапазон рычажка. Например, у нас максимум мы будем играть, скажем, 30 секунд. И у нас появился здесь рычажок от 0 до 30. Отлично. Будем отсчитывать время. Ну что ж, для начала, если у нас есть какая-то переменная, какое-то значение или параметр, который будет изменяться в течение игры, значит, в самом начале мы должны задать базовое значение. Напишу это для котика. Когда нажать зеленый флажок, мы должны обнулить очки, чтобы игра начиналась каждый раз заново. Задать переменной очки значение 0. Прекрасно. И зададим таймеру значение 30. Будем играть 30 секунд. Как же нам сделать так, чтобы таймер уменьшался, и когда время достигнет нуля, тогда мы перестанем играть, все остановится. Это все очень просто. Заходим в управление. Мы берем цикл повторять пока не. Мы будем повторять, пока таймер не обнулится. В операторах у нас есть блок с равенством. Вставим его в этот цикл. И возьмем переменную. Вот здесь. Переменная таймер. Пока таймер не равен нулю, мы будем ждать одну секундочку. В управлении есть. Ждать одну секунду. И уменьшать таймер на 1. Изменить переменная. Таймер на минус 1. Будем уменьшать ее. А когда таймер все-таки достигнет нуля, мы должны остановить игру. В управлении есть блок стоп. Все. Такая вот интересная желто-оранжевая конструкция у нас получилась. Давайте проверим. Нажимаем на зеленый флажок. И таймер медленно уменьшается. Когда наше окошко не развернуто, мы можем регулировать флажок. Но если развернуть, этого сделать уже будет нельзя. Давайте подвинем в конец. Отлично. Все. Игра остановилась. Пули не стреляют. И котик не может двигаться. Ну что ж, с таймером мы разобрались. Осталось всего лишь разобраться с очками, с нашими мишенями. Сейчас у нас для каждой из мишеней написан такой код. Когда нажат зеленый флажок, мы проверяем, касается ли пуля нас. Но ведь как только коснулась пуля, значит мы попали и должны увеличить количество очков. Заходим в переменные. Берем изменить очки на один. И ставим в каждой мишени этот блок. Изменить переменную очки на один. Нажимаем на зеленый флажок и проверим, как же работает наша игра. Отлично. Котик бегает, стреляет. И очки считаются чудесно. Таймер уменьшается. Ползунок очень хорошо срабатывает. Итак, ребят, чтобы играть было интереснее, мы можем добавить бонус. Возьмем из раздела фантастика кристалл. Хочется сделать его маленьким, но чтобы он добавлял нам время. Давайте сделаем так. Что? Когда нажать зеленый флажок, у нас будет кристалл повторять всегда, перемещаться на новое положение, как только он коснется котика. Нам нужен цикл «Если то». Кристалл касается героя, тогда он должен перейти на новое положение, новое случайное положение. И это же у нас бонус. А бонус будет добавлять время. Заходим во вкладку «Переменные». И мы будем изменять переменную таймер, скажем, на 5 секунд. Мне кажется, это отличный бонус. Также вы можете добавить какой-нибудь звук. Сейчас здесь стоит по умолчанию вот такой. Кажется, очень даже подходящий. Включить звук. Проверим, как это будет. Сделаю специально погромче. У нас сначала идет наша заставка, после чего мы можем добежать до кристалла. Такой звук может быть. Или такой. По-прежнему наш котик умеет стрелять. Работает счетчик сбитых мишеней. Уменьшается таймер. И мы можем добежать до кристалла, чтобы его увеличить. Увеличить наше время игры. Ребята, напоминаю, что в начале нашей любой конкурсной работы должна быть заставка. Для этого нажимаем «Выбрать спрайт», «Загрузить с компьютера». У меня на рабочем столе сохраненная заставка. Открыть. Вот она появилась у нас. Сделаем ей размер побольше, чтобы она закрывала весь экран. Отлично. И пишем ей код. Когда нажат зеленый флажок, она должна появиться, наша заставка, показаться. Ждать пару секунд, две, и спрятаться. Такой маленький код, но он очень важен. Пожалуйста, ребят, заходите в костюмы, нажимайте на буковку «Т», выбирайте цвет шрифта и заполняйте эту заставку. Например, у нас трек «Игра». Все так же, как вы делали в прошлый раз. Именно с этой заставки, с полностью заполненной, должна начинаться ваша конкурсная работа. Итак, мы закончили наш урок. Тренируйся, у тебя все получится, и жди финального задания. Удачи! Пока-пока!